Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Возвращаясь к истокам». Сегодня мы поговорим о тех знамениях, которые, по словам апостола Марка, должны сопровождать верующих. Марка в 16 главе написано «У веровавших же будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Позложат руки на больных, и они будут здоровы». В программе принимает участие пастор церкви «Новая надежда» Цой Евгений и настоятель храма Святой Блаженной Матроны Московской поселка Шкотова, протерей Роман Черников. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы являетесь священниками, вы являетесь пастырями в церкви. И вот у меня такой вопрос. Актуально ли на сегодня вот эти вот знамения, о которых говорил по словам апостола Марка Иисус Христос? Отец Роман, давайте с вас тогда. Актуально было и во время Иисуса Христа, и сейчас действительно то, о чем сказано в Священописании, что у верующих будут сопровождать знамения. «Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит их, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Иисус Христос еще своим ученикам сказал, есть в Священописании это написано, что вы еще больше знамени будете совершать. То есть, почему? Потому что... Больше дел сотворите, чем я. Больше дел сотворите, чем я даже, да? Почему? Ну, потому что Иисус Христос и вчера, и сегодня тот же самый, и действие, которое оказывал Господь людям при своей земной жизни, то есть, прощение грехов. Главное — изгонять темные силы, исцелять болезни, исцелять прокаженных. Но самое главное, мне кажется, да, и это действительно так, наставлять людей на путь истины. То есть, выводить людей из мрака невежества, из мрака греховности, из мрака порабощения сатане через свои собственные страсти, гордости, самолюбия, полуда, разврата, сребролюбия, то есть, эгоизмом в целом, да, и гордыни как таковой, к любви, к милосердию, то есть, к тому главному, да, чтобы человек стал тем, кем его задумал Создатель. То есть, стал человеком, подобным истинному Богочеловеку Иисусу Христу. По Божьему образу и подобию. Да, совершенно верно. То есть, в основном, в себе черты образа Божьего. И апостолы исцеляли больных, изгоняли бесов, воскрешали даже мертвых. Они передали эту... Господь через них передал эту благодать Духа Святого преемникам. То есть, апостольские мы уже были, епископы. А епископы передают эту благодать другим, то есть, пастырям, да, священникам. Но, что касается чудотворения, это написано в Житии Святых. Многие, кто веровали во Христа, они не стремились к этим чудесам, что очень важно подчеркнуть. Они просто стремились стяжать благодать Святого Духа. То есть, стремились, когда вели войну своим сердцем с дьяволом, то есть, с гордыней, с гневом, с раздражением, со страстями, да. И когда избавлялись от них, тогда, приобретя смирение, да, именно подвигом поста и молитвы, покаяния и любви к Богу и к людям, Господь им даровал уже те дары, которые Он считал им полезны. Вот это очень важно подчеркнуть, что если люди сами стремятся получать дары, чтобы помогать людям, вот сейчас очень много экстрасенсов, да, всевозможных, бабушек, экстрасенсов, колдунов, но они как раз стремятся к чему? К тому, что сразу получат дары, как они думают, от Бога, из космоса, или, как они говорят, даже от Бога прикрываясь. И, соответственно... Ради своей выгоды каких-то. Да, и, соответственно, помогать людям, но в первую очередь имея, конечно же, коммерческую выгоду, да. Дьявол уже действует уже через таких людей, не Господь Бог, не Благодай Святого Духа, да. И это очень страшно и очень опасно. И по плодам их, как говорит Господь, вы узнаете их, да. Если люди обращались к апостолам, люди обращались к священникам, к святым чудотворцам, то они получали не только исцеление болезней, да, или помощь в каких-то житейских проблемах, они получали действительно то направление, которым нужно идти, то есть направление к Царству Божьему, к Царству Небесному, к Христу. И стремились именно так же бороться с грехами, с пороками, то есть вести благочестивую жизнь. И в наше время, к счастью, есть тоже много чудотворений, да, которые, может быть, особо незаметны, да, но когда человек преображается внутренне, то есть приходит с недугом пьянства, там, алкоголя, наркомании, не знаю, блуда, то есть серебролюбия, игромания, там, наркомания, то есть и чего-либо подобного, то действительно через молитву в церкви, через исповедь, покаяние, причастие, через таинство крещения, то есть через веру во Христа, с помощью Божией, через священнослужителей, люди избавляются от этих страстей, подлинно избавляются от власти дьявола. Вроде бы не кричат, там, да, не везде экзорцизм практикуется, не кричат, там, какими-то голосами, там, или, скажем так, хрюкают, там, или гавкают, что случается при экзорцизме, да, но, тем не менее, они избавляются от этих страстей, налаживаются отношения в семьях, исцеляются болезни душевные, телесные. Результат появляется. Результат действительно благодати Святого Духа. Но главное понять, что там, где нет смирения, там, где нет, действительно, борьбы со своими грехами, там, где людей не направляют к чему, к тому, что понять, что корень всех проблем, корень болезни – это грехи, собственные грехи, твои грехи, и это и есть проблемы. Если мы вырываем корень, если мы с ним начинаем бороться, если признаем, что я виновник того, что у меня рушится семья, потому что изменял жене, например, да, я виновник там, то, что у меня по здоровью плохого, потому что, соответственно, невоздержанный образ жизни был и так далее, у человека начинает каяться, молиться Богу, посещая крам, бороться со своими грехами, и Господь его исцеляет. Но экстрасенсы, колдуны, там, бабушки, если возможно, они по-другому говорят. Ну, тебя сглазили, у тебя порча, тебе завидуют, кто-то, кто-то виноват, а все они плохи, давай тебе порчу сниму, там… Вину перекладывают на другие обстоятельства. Да, и человек, действительно, он не исполняется ненавистью к своим грехам, порокам, он еще больше себя жалеет и ненавидит других. И это как раз именно задача сатаны – обмануть людей. Поэтому здесь очень важно отнестись, ну, скажем так, к дарам чудотворения, которые были у апостолов, у святых, у годника Божия, и это написано, и которые сейчас совершаются, да, очень осторожно. То есть, задуматься, а где источник, да, то есть, какой источник? Есть от Бога, есть от дьявола. Это очень важно именно глубоко подумать, прежде чем кому-то обращаться за тем, чтобы ему помогли. Евгений, ну, такой вопрос. Вот мы читаем, ой, верующих будут сопрождать сие знамения. И некоторые организации христианские ставят это в голову угла. Если ты верующий, тебе обязательно должны сопрождать сие знамения. Вот как вы считаете, вот я знаю, просто слышал, в России я не слышал, но на Западе есть церкви, так скажем, организации, которые вот не обязательно берут ядовитых гадюк, там, змеи, и тем самым доказывают, что они верующие, раз они их не кусают. Дело в том, что в этом вопросе, как вот уже отец Роман говорил, нужно быть действительно очень аккуратным, то, что касается даров. Тем более, когда мы говорим о том, что те дары, которые Господь благословил апостолов и показал таким образом, что они Божьи служители, и через них действует сам Господь Бог, вот эти дары, они как раз и были даны Господом для того, чтобы люди, увидев подтверждение Божьей силы, внешнее знамение, да, уверовали во Иисуса Христа, что Иисус Господь. Ведь в то время считалось, что это какая-то ересь, что вера в Иисуса Христа – это вообще какое-то сектанство, это вообще непонятно что. И из-за этого многие люди были в заблуждении. Но чтобы показать Божью силу, это было как доказательство, что это Божьи люди, они говорят слово истины, Господь дал им сии знамения. То есть, когда они говорили слово, проповедовали об Иисусе Христе, ведь мы видим, что в Евангелии говорится, в 15 стихе «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем людям, всякой твари, то есть всякому творению живому». Мы видим здесь, что идти по всему миру – это означает прежде всего выйти за рамки своей культуры, выйти за рамки своего народа, своей страны и идти в другие народы, даже может быть к аборигенам или индейцам, или, я не знаю, к тем народам, которые вообще никогда и ни разу не слышали о вере в Бога. Апостолы проповедовали и в Индии, и в Африке, и везде были, да. И поэтому им нужны были знамения от Бога, ведь те люди, которые, и те народы, которые раньше поклонялись различным башкам и идолам, каким-то истуканам, колдуны, маги, чародеи, им нужно было знамения, чтобы увидеть. Мы видим с Моисеем, да, пример, он говорит, «Как же они поверят мне? Вот возьми посох». То есть мы видим там… Совершенно верно, да. Потом повторяли еще, да. Вот. И когда мы говорим именно о знамениях, которые сопровождают, я бы хотел отметить очень важный вопрос, что нельзя Божье Слово всегда и абсолютно дословно принимать. Дословно. Ну, сказано вот так. Ну, а в другом месте Писания мы читаем. Иисус сказал, если соблазняет тебя рука, то возьми отруби ее вообще, лучше тебе войти без руки в Царство Небесное. Без глаза. Да, или без глаза, вырви глаз свой. То это ни в коем случае не побуждает нас к суициду. Но нужно понимать, что это аллегории, это образные выражения, через которые нужно понять, что Иисус призывает к борьбе против греха, что со грехом нельзя заигрывать, его нужно просто отрезать и прилагать такую решимость, такое старание, чтобы всячески избегать повторения этого и возвращаться к прошлой жизни. Итак, вот вернемся к вашему вопросу. Здесь говорится о том, что будут сопровождать знамения, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть здесь мы видим, что несколько даров, которые Господь явно определил. Но нельзя сказать, что дары – это являются условием для спасения, условием для того, что человек рожден свыше и так далее. Здесь говорится, что эти знамения будут сопровождать, но они как знамения для тех людей, которые не уверовали. То есть в основном дары Божьи, которые дарует нам Господь и сегодня в наше время, они служат для того, чтобы привести к вере в Иисуса Христа или показать истинность, что Иисус есть Господь и Спаситель для неверующих людей. Это первое. А вторая часть говорит нам о том, что в служении нам не только мы же служим для неверующих людей, но и внутри церкви. То есть есть дары, которые направлены вовнутрь церкви, а есть, которые направлены вовне, в общество. Так вот, когда мы говорим о внутренних дарах церкви, то зачастую то, что мы говорим именно об иных языках, то здесь, если мы рассматриваем одну часть, что иной язык, как иностранный язык, это служит для чего? Чтобы достигать спасения других народов. Но когда мы говорим об иных языках, как о части личного общения человека с Богом, или ангельские языки еще говорят, да? Когда человек не понимает, что он говорит, но это можно истолковать, и человек назидается. И вот как мы можем прочитать, что апостол Павел в послании говорит, что я был вознесен до небес, до третьего неба, и те слова я слышал, ангельские слова... Ну, он не говорит, что я был, он говорит, некто. Да, некто, да. Ну, мы понимаем, что это он о себе говорит. И здесь мы можем увидеть, что он слышал те изречения, которые, как бормотание или непонятно что, но такого языка нет даже на земле. И он говорит, что такие изречения, которые славят Бога. То есть, определение, когда мы говорим о новых языках, о новых языках, мы можем истолковывать, с одной стороны, как новые языки, которые не были известны для апостолов, которые пошли по миру проповедовать Евангелие. А с другой стороны, это будут новые языки, которые говорят нам о том, что человек может назидаться, и его вера будет укрепляться, именно когда он будет иметь личное один на один общение с Богом. Такой вопрос. Ну, вот раз все знамения должны сопровождать верующих, то я понимаю таким образом, что верующий человек, в принципе, ну, не то, что имеет право, а должен молиться за больных, должен возлагать на них руки, если они больны, имея при этом веру. Или это только для особых людей? Ну, опять-таки же, это такой вопрос. В другом месте Писания Павел говорит, что поспешно не возлагай на кого руки. Ну, это рукоположение, это постановление на наслаждение. Другое дело, хотелось бы, вот что сказал Евгений, не потерять эту мысль. Да, различные дары по поводу Духа Святого, да, то есть, говорение с земниками. Действительно, очень важно понимать следующее, что вот есть история Церкви, которая началась с Иисуса Христа, апостолы, в деянии, да, началась история Церкви. История, действительно, действия Бога, действия Святого Духа на людей, на всю тварь, то есть, на все Божие творения, для того, чтобы люди, входя в Церковь Христовую через веру в Христа, через Таинство Крещения, получали дары Святого Духа. Для чего? Для, в первую очередь, для спасения своей души, для спасения своих близких, для того, чтобы наследовать вечную жизнь, иметь жизнь вечную. То есть, христианин, в первую очередь, должен заботиться о чем? О том, чтобы не погибнуть, не попасть в вад, да, то есть, не попасть на вечную муку, в воду, ибо наша здесь временная жизнь, подготовление к вечной. Об этом говорит все Священное Писание, Священное Предание, об этом говорит Сория Церкви. И очень важно, как бы, понимать, что, кто враг Церкви, дьявол, кого, через кого он воюет, да, через внешних врагов и через внутренних, да. Через внешних врагов дьявол не смог победить Церковь, да, потому что и в первые апостольские времена гонения начались при Нероне, и потом еще 300 лет до Константина Великого Юсиньян наступник был, и особенно 20 век Церковь физически не смогли уничтожить. И много раз Сатана выбирал внутренних врагов, да, то есть, среди священнослужителей, среди, там, действительно, христиан. Выбирал еретиков, выбирал наступников, и это до сих пор происходит. И обманщиков очень много, да. И вот Господь предупреждает, что будут лжи-христы, лжи-пророки в овечьей шкуре, чтобы соблазнить вас. Волки в овечьей шкуре, да. И это очень важно понимать, что соблазнов очень много, да. И здесь нужно иметь мудрость, да, какую измененную мудрость. Нужно иметь простоту, то есть, доверие Богу, доверие Церкви, доверие Священному Писанию. Еще раз говорю, очень важно, чтобы понять следующее. С одной стороны, говорение языка было даром Божьим, чтобы проповедовать Евангелие. Это очень важно. С другой стороны, да, еще внутри общины молились. Но история Церкви показывает, что со временем эти дары ушли. То есть, со временем необходимость в этих дарах ушла. С другой стороны, почему может быть еще, да. Апостол Павел даже говорит, что после того, как он был вознесен до третьего неба, да, ему дан был ангел сатанин, чтобы он не превозносился. Ангел плоти, да. Жалова плоти. Жалова плоти, да. Слабостью. То есть, у него очень сильные скорби были, чтобы он не превозносился. Даже если у апостола Павла был, если бы не было скорби, он бы мог погибнуть, видимо. Превознестись, мог возгордиться. Превознестись, возгордиться и погибнуть, и отступить от Бога. То что говорить уже о нас здесь, обычных людях, да. Если нам каждому дать дары, то... Но все равно дары имеют место. Я говорю, каждому дать видение Бога. Это очень опасно. Пасть человек может в прелесть. И вот именно главное христианин, христианам не забывать, что выше, чем увидеть ангел, это видеть свои собственные грехи, как песок мирской, да. Об этом говорит Священное Писание. Ну и от даров отрекаться или говорить, что их не существует, тоже это будет некорректно. Важно понимать следующее, что если Господь желает, Он даст исцеление. Нужно молиться, Господи, исцели меня, да будет Твоя святая воля, да. Господи, исцели этого человека. Это очень важно молиться. И Господь действительно говорит, что молитесь друг за друга. Вот церковь действительно, православная церковь свидетельствует многократно и сейчас, что совершаются многие чудеса. И мироточение, и чудотворение, и исцеление болезней. Но людей это и привлекает в первую очередь. А потом уже, когда люди, допустим, видят и чудеса различные происходят, да, в наше время приходит церковь, начинает посещать храмы, начинает читать Священное Писание, начинает изучать творения Святых Отцов. То есть начинает видеть свои грехи, каяться в них. Люди каждый день практически видят чудеса, которые совершаются, маленькие чудеса, но для него они понятны. И в его жизни, и наоборот. Потому что человек живет, это уже чудо, собственно. Совершенно верно. И он видит, что чудеса, они вокруг. И главное понимать, что чтобы мы стремились любить Бога, любить друг друга, да, и помогать друг другу в жизни, в первую очередь, конечно, говоря о том, что жизнь наша – это стремление к объединению со Христом и наследовать вечную жизнь. Такой вопрос. Вот апостол Павел пишет, «Все испытывайте, доброго держите». И некоторые говорят, раз он пишет, что «Все испытывайте, нужно испытать все». Ну, я понимаю, что… Испытать это, знаешь, попробовать. А испытать это, знаешь, задуматься… Испытать то, что тебе уже дано, нужно проверить. Испытать, является ли это добрым или это злым. То есть проверить, проверить не на себе, а проверить ум, разумность. Для того, чтобы понять, что авария – это плохо, не надо разгоняться на скорости в другого, да, и испытать это. Конечно. И вот я в этом, раз мы говорили о даре языков, то некоторые говорят, что вот иконы, свечи – это неправильно, нехорошо, это язычество. Мы говорили. Другие говорят, да, другие говорят, что вот молитва на языках – это тоже не от Бога, это сатане поклоняются. И вот у меня в связи с этим вопрос. Можно ли вот так вот с уверенностью сказать, что вот это… Крайне так радикально. Да, радикально, да, вот это неправильно. Или все-таки нужно вот действительно в молитве обратиться к Богу, а Бог усмотрит уже и направит тебя на правильные пути? Ну, по плодам их узнать. Знаете, когда я смотрю по некоторой видеосъемке, там вот, как они говорят, говорение на Святом Духе, да, якобы, да, но это холодно Святого Духа. По сути, если так говорят, когда человек якобы на него сходит Дух, да, ну Дух на него сходит, только вот с маленькой Букой или с большой. Вот мне кажется, абсолютно, я можно сказать, уверен сто процентов, что с маленькой Букой Дух нечистый. Человек начинает падать, из него пена течет, и он там вот комбульсия третий сёстр. Ну, разве у апостолов могло быть такое? Разве у кого-нибудь святых было такое? Нет, конечно. Ну, если только изгнание, во время изгнания, да, такое проявление. А люди специально, они хотят получить вот такую эйпарию, как наркотик, по сути, чтобы вот у них их трясло. И это вот, это объяснование, по сути, это диагноз, либо психиатрической больницы, либо не понять, что это, да. То есть, благодать Святого Духа – это мир, любовь, долгодельпение, мы уже в этом говорили. Конечно, если человек вот в таком состоянии пребывает и любит всех, и на него, конечно, происходит Святой Дух, и он, так сказать, разумно понимает, да, и молится, и радуется. И как раз во время молитвы и в храме, и дома у христиан, православных, особенно христиан, история церкви говорит, и в наше время действительно происходит это чудо. И когда мы крестим пищу, крестим, да, когда мы освящаем воду, действительно, порой вредоносное, чаще всего вредоносное воздействие, даже если там яд был, много раз, и это в наше время происходит, он не может повредить человека, потому что Дух Святой действует в наше время. Ну, так же я перебью, если я скажу, не только крестят, а когда молятся за пищу, да, и благословляют. Я бы добавил, может быть, даже не просто в православной церкви, а во всех христианских церквях, где звучит слово истины, и где человек приобретает живые отношения, не, скажем, внешние отношения, которые, скажем так, ну, человек носит крест или как-то говорит, ну, другим, да, когда спрашивают, что он верит в Бога, но когда ежедневно он имеет отношение и с Богом, со Христом, и с верующими людьми, что является телом Христовым, по сути, ведь церковь – это тело Христово, вот, тогда в таких живых отношениях в любом случае будет результат. Может, даже человек и не знал, что у него есть дар исцеления, а он стал молиться за соседа или родственника, и тот исцелился, и такое бывает, таких случаев очень много. То есть, здесь говорится не о, вот, возвратимся к Марку 16 главе, здесь говорится обо всех верующих, уверовавших, то есть, независимо даже от какого-то сана или положения, то есть, даже простые люди, их, ну, тот, кто имеет отношение со Христом, у него будут открываться дары, и эти дары могут быть различны. Вот этот момент бы я хотел добавить, потому что, к примеру, я знаю, что встречался с разными верующими разных церквей, и даже у простых верующих людей есть такие дары. У кого-то есть дар общительности, очень общительный человек, и люди к нему больше подходят и больше с ним общаются, чем, к примеру… У нас осталось буквально полторы минуты. Со священника. Да, и, то есть, я хочу спросить, вот, если все-таки верующий, прочитав это, и он размышляет, есть ли у него этот дар, должен ли он у него быть, как ему поступить? Нужно ли ему молиться об этом, вопрошать к Богу, или сказать, что… Служить этим даром, использовать этот дар, если он понимает, что… Ну, если не знает, тогда и… То есть, некоторые люди говорят, вот написано же, должны сие знамения сопровождать. И вот он задает, есть ли я верующий, почему его нет? Есть ли у меня, да? И есть ли он у меня? Как ему поступить? Дары различны, служения различны, Бог один. Да, но надо не звать, что же церковь одна все-таки, и именно Господь создал одну церковь. Церковь есть единая, святая, соборная, апостольская. И очень важно, действительно, да, есть и вне церкви Христовой, да, вне церкви Христовой, единая соборная, апостольская, православная церковь, дары. Но эти дары даются для того, чтобы человек все-таки познал силу Христа и молился Христу, молился Богу, что приведи меня к своей церкви, вразуми меня, где истина. В каком… Потому что нет церкви много, есть одна церковь, остальные – это общины, христианские, там, около церкви. Но, тем не менее, Господь и им дает, и протестантским, там, и другим общинам дары. Дары для того, чтобы действительно, по крайней мере, люди исправлялись от грехов, от страстей, не служили дьяволу и нашли спасение в церкви Христовой. Евгений, как Вы считаете? Я бы просто хотел добавить, что, к сожалению, бывает такой внутрицерковный вопрос, когда происходят определенные какие-то разделения, да? Ну, может быть, это отдельная тема для разговора, где, какая церковь целостная, какая разделенная, отделенная. Это отдельная тема, чтобы понять, что есть одна церковь. Я бы хотел сказать просто вот очень важную такую мысль о том, что в те времена, то, что мы говорим о дарах, дары были, они есть. И как в те времена была церковь, которая первая ранняя церковь, и по всей истории, дойдя до сегодняшней современной церкви, мы можем увидеть, что и сегодня Бог не изменен. Это Бог делает, это Божий дар, это Господь делает, не сам человек. Человеку лишь отданы определенные дары для служения, чтобы он благовествовал Иисуса Христа, что Иисус Христос – Спаситель мира. Только Он может освободить человека от грехов, только Он может дать человеку новую жизнь, надежду, веру и любовь. И только благодаря Божьим дарам мы можем сегодня что-либо делать и служить Господу, и нести Слово Истины. И тогда нас будет сопровождать все знамения. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Ну что, уважаемые телезрители, заходите на Артемовское городское телевидение, на сайт артемтв.ру, где вы можете увидеть уже программы, которые вышли в эфир, а также написать ваши вопросы, комментарии, и мы обязательно постараемся на них ответить в одной из следующих телепрограмм. На сегодня всего доброго, до свидания, до новых встреч в эфире. Ради Господа. До свидания, будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok